Всем привет! С 2015 года и по настоящее время современные ноутбуки все чаще комплектуются разъемами для подключения компактных SSD накопителей типа M.2 либо NMVE взамен старых HDD и SSD дисков формата 2,5 дюйма. Для тех, кто не в курсе, накопители M.2 имеют скорость до 6 гигабит в секунду, то есть такую же как у старых SSD дисков формата 2,5 дюйма. А вот накопители NMVE имеют скорость в 6 раз больше, чем у обычных накопителей M.2. Хотя по форме и размерам, что M.2, что NMVE накопители выглядят одинаково. Единственное различие между ними это ключ подключения, но об этом чуть позже. А пока давайте разберемся, как вообще узнать имеется ли в вашем ноутбуке разъем для подключения накопителей типа M.2 и NMVE и поддерживает ли такой разъем работу высокоскоростного накопителя NMVE. Для этого переходим по ссылке ниже в описании под этим видео, после чего мы попадаем на набирающий популярность сайт, который предназначен именно для этих целей. На главной странице сайта имеется вступительная информация об установке SSD накопителей типа M.2. Также здесь рассказывается, какие ключи подключения у данных накопителей и прочие нюансы, с которыми я советую тщательно ознакомиться перед использованием данного сайта. Изюминкой данного сайта является то, что в нем имеется таблица с известными моделями ноутбуков, база которых постоянно обновляется. В данной таблице можно узнать, можно ли вставить в ноутбук SSD M.2, есть ли в той или иной модели такой разъем, какой SSD в него можно установить, и будет ли поддерживать такой разъем скорость современного SSD M.2 NMVE накопителя, либо у него будет обычная скорость SATA, как у SSD дисков формата 2.5 дюйма. Для наглядного примера по применению данной таблицы я буду использовать свой ноутбук. Модель данного ноутбука Dell Latitude E5270. Давайте найдем модель данного ноутбука в данной таблице. Для этого нажимаем здесь на марку своего ноутбука, в моем случае Dell, а далее по списку находим модель данного ноутбука, в моем случае Latitude E5270. Итак, модель ноутбука найдена. Напротив данной модели имеется информация о дате его выпуска. Далее указано, что в ноутбуке имеется один разъем типа M.2, с ключом подключения типа B. Дополнительно в скобках указано, можно использовать либо SSD M.2, либо HDD. В некоторых случаях здесь рядом можно открыть фото вскрытого ноутбука данной модели, где красным цветом будет выделено место и разъем под возможное подключение SSD M.2. Чтобы в этом убедиться, открываем крышку корпуса своего ноутбука и сравниваем это фото с тем, что у вас есть. В моем случае все так же, только нет жесткого диска формата 2.5 дюйма, который можно в любой момент установить. Как видно, так же как и на фото, у меня имеется в наличии разъем M.2, в который можно установить SSD M.2 накопитель с ключом B. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этим разобрались. Теперь обращаем внимание на элементы в таблице, идущие после значка фото. В моем случае первый элемент выглядит в виде зеленой галочки. Давайте посмотрим, что это означает. Для этого поднимаемся вверх по списку. И видим, что в шапке этой графы имеется поддержка SATA. Это означает, что в моем случае накопитель M.2 будет поддерживать скорость до 6 гигабит в секунду, как и у обычных SSD дисков формата 2,5 дюйма. Следующее обозначение выглядит в виде красного крестика. Смотрим, что это означает в шапке этой графы. А это означает, что разъем M.2 не будет поддерживать PTI, необходимый для высокоскоростного накопителя типа M.2 NMVE. Поэтому смысла брать дорогой M.2 NMVE накопитель, у которого скорость больше в 6 раз, чем у обычного M.2, в моем случае нет. Можно ограничиться обычным M.2 накопителем со скоростью до 6 гигабит в секунду. Также в этой таблице бывают случаи, когда ноутбук поддерживает одновременно накопители как M.2, так и M.2 NMVE. В заключении хочу отметить, если твердотельного накопителя у вас не было, и вы планируете установить его впервые, то ознакомьтесь в интернете с обзорами и отзывами владельцев ноутбуков данной модели. Устанавливал ли кто интересующий вас тип SSD? Также будет хорошим вариантом обратиться в службу техподдержки. Ответ обычно занимает пару рабочих дней. В крайнем случае, если вы все же решились на установку той или иной модели накопителя, приобретайте его в таком магазине, в который его можно было бы сдать и обменять на другой. В том случае, если он действительно окажется несовместимым с вашим ноутбуком. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!